да остались еще автомобили которые вызывают восторг можно сказать я думал что уже таких автомобилей не осталось видел я уже много различных китайских в основном которые нас удивляют вот первое впечатление ховал мой первый вызвал у меня такие первые впечатления когда я увидел в живую сел в салон by the tank 2022 года выпуска данный автомобиль полностью электрический в полной комплектации этот автомобиль то что видишь ты в ю тубе в роликах это не это не то и в живую вы можете прийти посмотреть вот данный автомобиль в крапивницком автосалон и дизайн и также во львове их подразделение есть приходите смотрите не пожалейте в живую вот даже пришел просто посидеть в автомобиле волнует людей якась гарантия может что-то от вас какие-то гарантии мы даем рик гарантии на двигунную батарею рик гарантии да и плюс те что мы имеем особистий сервис а сервисную книжку о даже так бачите какие вопросы возникают у людей понятно что это не официальный дилер но людям же хочется чтобы случай чего какая-то помощь откуда-то пришла потому что автомобили не так популярны вот люди говорят что есть и взаима таку сервисную книжку для наших клиентов тут все прописано вся инструкция эксплуатации автомобиля прописываем регламентные работы ось заповню ему тут данные клиента данные автомобиля пробег и тут вписываем историю обслуговывания то есть клиентами подальше вы також працюете так не так что продав и все и пишу и в паре луну якова в основном я крови то есть вы обслуговываете и працюйте конечно людям таки потребность великий плюс колы ты сможешь кудысь вернуться и табы не пошлють полная комплектация и полный фарш это 108 и 8 киловатт батарея полный привод запас хода заявленный по китайским тестам там на 635 километров но в реальности он наверное где-то 450 500 километров в зависимости очень много факторов в зависимости как ты будешь ехать твой стиль езды что ты будешь использовать климат-контроль там кондиционер печка вот эти все моменты свет фар ну наверное вот как ознакомливался я с отзывами владельцев то говорят в нормальном режиме когда едешь то где-то на 400 километров должно сто процентов запасах хода смотришь и глаза разбегаются реально все классно выполнено и материалы также вот взять даже эти сиденья расцветка салона скорее всего наверное неправильно выполнили это цветовую гамму потому что разгон автомобиля до сотни заявляют китайцы 44 секунды в реальности за пять секунд он до сотни будет разгоняться и цвет неправильный пассажир может испугаться и но без радости наверно поэтому наверно если кто водитель гонщик а пассажир будет бояться то надо какую-то прокладку сюда ложить дополнительно кстати есть цвет салона такого полностью рыжий вот как мои штаны под мои штаны тапку в пол можно ухты ну да да но все равно он посунул прямо с сидушкой не ну тестов я уже багато показывают там и с этими замирами беда конечно пять секунд для такого автомобиля в таком кузове великому то всего прямо давление трохи в голову дало но шоу считай то бы раз резко но мне больше нравится такой вот вот темно-синий да очень классно досмотрит они ну просто супер конечно темный салон брать вообще как бы не стоит так у меня наверно подключена обогрев сидений потому что я почему-то почему-то греюсь и главное что ну тут тут в этом автомобиле все есть вот как я говорил вам хавал хавал делает типа все есть хэм ол и владеешь всем обе войди вообще делает наверное владеешь тем чем хавал и еще больше потому что на каждом сиденье есть регулировки и массаж массаж есть да вот включаешь различные виды массажа смотри как выполнена селектор переключения передач в виде головы змеи в рояльный лак но 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 красиво здесь это смотрится очень красиво это посмотрите это автомобиль сейчас вот с пробегом у нас на обзоре автомобиль с пробегом 16 тысяч километров и он как новый он выглядит как новый полностью и с виду авто как новое и внутри никаких следов использования в общем то нету будешь если ты его приобретешь то ну как бы разницы с новым навряд ли ты заметишь просто что пленочек нету которая ты с новым автомобилем по отрывала так автомобиль ну полностью новый светится вот эти все моменты там различные цвета можно выбирать поворот экрана смотри а это я включил сейчас камеры и здесь камеры 360 плюс еще обзор идет под автомобилем то есть можно как-то выбирать такие моменты что ты будешь ехать и видеть что под автомобилем как-то камеры еще и туда заглядываю и смотри что еще то есть если удобно тебе в режиме в таком это сделано в основном для тик тока для инстаграма видно для просмотра такого или навигация тебе удобно так то ты берешь просто навигацию вейс вот все тут установлено уже по сути это android устройство здесь идет сейчас ты можешь сюда устанавливать различные приложения которые тебе нужно ну в общем то вот ребята уже видно все поставили стоит наверное есть и интернет скорее всего модем сюда куда-то устанавливаешь модем симкой он раздает интернет устройство подхватывает интернет по вайфаю и все у тебя то есть у тебя компьютер в автомобиле полностью твой домашний ноутбук вот или планшет планшет вот нужно тебе куда-то к вайфаю подключиться то есть видите все это android нажал удержал ну то есть добавился по вайфаю к устройству к роутеру который раздает и работаешь все что нужно и очень классно быстро работает такие вот автомобили делают сейчас китайцы и byd на первом месте сейчас по продажам в китае если раньше европейские какие-то там ценились автомобили более в китае сейчас марка byd не только вот танк там есть и сонг и различные другие берут китайцы их из-за соотношения цена и качество то есть они и надежные и недорогие есть понятно у китайцев автомобили еще лучше но они стоят намного дороже а именно byd на данный момент это соотношение цены и качества я уже не говорю про проекцию на лобовое вот это все уже даже не стоит как бы уделять этому вниманию потому что это все качественно уже сделано черный салон ну вот все продумано панорамная крыша и один минус который я здесь замечал это я уже в обзоры когда смотрел сейчас посмотрим штора в обзорах я видел что идет прозрачная штора и это реальный минус один из этого до полупрозрачная штора идет то есть если ты будешь на солнце то солнце будет прорываться и будет тебе печь в голову это именно проверено на первых хавалах первого поколения шли тоже вот такие марлечки которые пропускали солнце и давали жару в автомобиле в хавале уже третьего поколения решили не эту проблему сделали штору сплошную то есть не пропускает солнце и реально это помогает но в белой иди так но это не такой прям минус на который стоит сильно обращать внимание все в автоматике включается выключается губы накрасить везде светодиодные лампы уже установлены панорамная крыша огромная а ну-ка панорамная крыша чья огромная крыша плюс люк тоже полноценный люк выбаста нет бейди сами они делают сами они все разрабатывают то есть почему еще ценятся электромобили бейди потому что батарею они сами делают и у них самая лучшая батарея по тестам самая надежная там и пробивают ее тесты показывают она не загорается то есть защищенная идет все вот эти моменты смотрите что что дальше это же еще не все не полноценный ряд хотя есть но они редко встречаются но есть бивой ди танк со сплошным сиденьем то есть семиместные это это шестиместный вариант здесь два отдельных сиденья идет и два отдельных еще за так же удобно садиться здесь у каждого свой подлокотник можно регулировать вот он такая трешит трещотка там идет он регулируется и смотрите эти штуки также вот и они мощные нормальные то есть ты подвес руки это все нормально работает складывается потом куда-то там вниз полностью опускаешь или так и посмотрите сиденье также полноценные все регулировки и массаж для заднего ряда пассажиров здесь подстаканники подстаканники фиксации подпружинено и главное что все добротно сделано вот это прорезинено все то есть стакан здесь скользить не будет это тоже штука такая какая-то из мощного пластика сделано тут не люфтов ничего не она не греметь не будет ничего зарядки идут вот два юсб подсветка также в них синенькая то есть даже если темно в салоне ты увидишь один заряжает 2 заряжает кабель вот макс 18 ватт и для смартфона для одного правда и здесь даже вот материал ну то есть везде все вот если не будет там тарабанить не барабанить ничего не будет здесь а ну здесь зарядок еще быстрая зарядка тайп си юсби а и 220 зарядка 2 и 2 киловатта то есть ты можешь фен туда подключать по идее 2 и 2 киловатта представляете кофеварку сюда поставил эту как ее мультиварку поставил варишь тут гречку себе отдельно к нам настраиваешь обогревы сидений подогревы вентиляцию каждый себе настраивает вот здесь то есть включил массаж включил подогрев включил вентиляцию сидений обдувы на каждого пассажира направлено но машина просто огонь просто огонь смотришь это 22 год и он актуален как никогда длину для нашей страны понятно здесь также блин все откуда ни коснись все классно двери также все же все качественно мягкий кожзам здесь никакого жесткого пластика в местах там где ты будешь касаться двери кстати блокируются с кнопки блокируются двери ну типа от детей или же вид есть если ты например таксуешь не знаю кто на таком автомобиле но китайцы таксуют наверно нажимает водитель кнопку двери не открываются блокируются и блокируется стеклоподъемник также с кнопки там то есть ничего не сможешь сделать пока водитель тебя не выпустит оттуда электропривод на есть наверно там включается от сенсора я думаю что в настройках скорее всего включается выключается оу быстрый быстрый но так тоже рассчитано в хавале намного медленней очень быстро открылся и багажник багажник для такого автомобиля вот он как-то сужены идет к заду поэтому багажник не такой широкий но но глубокий и вот третий еще ряд сидений смотрите здесь все продумано эта штука а вот на магнитах то есть так так тоже она висеть не будет а нам она магните вот так фиксируется и детский ряд типа детского ряда или для небольших мужчин и женщин светлана сейчас может туда зайти и показать вам как она туда зайдет потому что я наверное ну я-то зайду но не знаю выйду ли потом заходить садись на сиденье и туда в тот проход по тамбуру идешь но как в поезде проходишь туда не ну как-то ты как-то ты долго так проходишь я не знаю я просто боюсь ничего не поломать ты же не такая огромная сиденье не сиденья кстати эти что-то двигаются здесь мы сделали по максимуму место если адекватно подойти к этому чтобы из расчета что сзади будет человек то можно сиденья пододвинуть но они не мягкие конечно чтобы не расслаблялась и смотри главное что есть еще дефлекторы обдува для для третьего ряда и что и свет есть она нажми горит ключи свет что ну понятно подстаканники ну то крючки для крепления груза если сложена игру свезешь динамики ну для для третьего ряда тоже есть небольшой комфорт но это сиденье чисто для не ну то конечно ну то 100 сиденье отрегулировать надо вот и посидать сюда я сделал под пассажира но в багажнике уже остается место не так много но это не важно уже нет на этих нету массажа потому что это это такое уже может один человек вот сидеть вот так и здесь у у него будет столик света могла взять с собой сало огурцы яйца почистить здесь расстелить газету стаканчик или бутылочку можно сюда ставить 100 грамм наливать и под шторку есть шторка скорее всего где-то здесь здесь куча вот зарядок переходников ну еще розетка на прикуриватель 12 вольт набор для ремонта шин по зарядкам быстрая зарядка есть есть медленная зарядка короче все эти моменты что связано с электрикой уже и смотрите даже подсветка есть в подробностях уже у менеджера можно узнать телефон на ваших экранах сайт также заходите также продуманный момент то что я вам когда-то говорил не хватает моем авто закрыть крышку просто и закрыть крышку и одновременно с закрытием автомобиля крышка закрылась багажника и автомобиль также закрылся не надо тебе повторно закрывать номера нашла себе шустрый очень привод build your dreams света учит английский язык переведи что тут написано строй свою мечту 44 секунды прописывают они типа до сотни 44 секунды но и здесь значок стоит что это электро мобиль диски конечно смотрятся суперова возможно не для наших дорог такой профиль резины но говорят что автомобиль идет мягко и по-другому мне кажется он не может идти потому что батарея у него идет через все днище и нагрузка распределена равномерно то есть здесь не будет ни козления никакого например как вот в хавале передняя часть нагружена задняя пустая и есть на неровных сетях дороги и когда раскачка идет и подвеска передняя в отбой срабатывает здесь нагрузка распределена полностью автомобиль прижат к дороге классно ну и сами по себе электромобили из-за вот этого вот конфигурации вот этой расположение батареи хорошо держатся на дороге 265 45 на 21 что ты села как вроде в холодильник залезла строй свою мечту а стройка может быть затяжная до звукодвигателя не слышишь внутреннего сгорания прямо такой сразу проекция на стекло информативная регулируется тоже по высоте шана все эти моменты яркость ну да вот интересно что мне подвеска понятно что и интересно сам а это рециркуляция дашь он притормаживает зарядка разные режимы еще можно так и можно там интенсивность регулировать ну и рвет понятно как электромобиль это чуть-чуть там нажимаю как обычная городская езда на нем еще напевно у нас 18 подсотка еще не помиляюсь заряда винможливо зараз не буду видавать ну понятно да полнопотужности вот эти все разгонные характеристики там свои же есть моменты что и температура окружающей среды должна быть там не меньше чуть ли 20 градусов прогрета хорошо батарея тогда может он вот эти 4 4 и 5 секунд и выдаст а так понятно что ну вот интересно мне сейчас по таким вот яма мне идет он и как я и подозревал идет он как литой вот так плавно что вперед что зад одинаково распределена нагрузка на автомобиль не но тут куда рывок чуть-чуть на педаль дал и он уже уже пошел обгонные вот эти все моменты тут будут без проблем по подвеске и как бы сказать что критично плохо колеса вот эти ведут себя 21 низкопрофильные то нельзя сказать нормально он идет но это с тобой версию сам особисто на 20 классах на переднем приводе он чувствуется дейсно мягкость потому что за рахунок профилю цены то да тут законы физики по любому я едешь на более мягких колесах то переднепривидный сколько будет коштовать разница переднепривидный у нас стартует цена бит 35 с половиной тысяч сапит замовлення спору с пробегом то лицем не за новизма а за новий якщо 90 там варианты также 22 руку с пробегом там до 20 30 тысяч километров пробегу там цена будет в районе 30 32 заложить пробегу стану автомобиля вот эти все помощники я уже не перечисляю все це є тут абсолютно все автоматичное паркувание тримание полосы кроис тут незвычайно адаптивный то бишь якщо гарно розмитка по месту можно вважать принципи автопилот л2 у него есть ну все специально по ямам по таким ну во-первых тапки великі поэтому таки ями он проходил незаметно все раз 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 да вин ямы не видчивая стекла двойные забыл двойные двухслойные стекла идут ну вот я не знаю конечно напишите в комментариях это ну реально два слоя или просто имитация вот китайцы делают так типа двухслойное стекло как стеклопакет меньше шума возможно и так а музыка вот это выключается она до 40 километров постоянно до 40 ну и еще по минусам как по мне это я смотрел понятно обзоры сам не эксплуатировал это конечно уже владельцы должны были ответить со стороны 8 вы видите что автомобиль высокий как бы большой значит высокий и думаете что клиренс будет высокий но посмотрите вниз батарея и клиренс у него примерно наверное будет как у как у обычного легкового автомобиля наверное 16 17 да там 17 5 ну вот видите вы что но это как по мне один из вот этих минусов небольших которые я замечаю а как она в эксплуатации будет понятно что уже не проедешь там ты где проехал бы на автомобиле без батареи вот этой висящий но это электромобиль он не подразумевает критического какого-то оффроуда использования где-то в грязи в болотах хотя владельцы пишут что там есть до режим снег какой-то что по снегу он вот я смотрел человек отзывается говорит у меня туарег вторым автомобилем и вот byd танк то в зимнем режиме по снегу byd лучше чем туарег проезжает ну то есть вот эти все имитации сделаны лучше сколько вот часы в долларах вот это вот чтобы прийти и купить 40 тысяч долларов ревина 40 тысяч долларов и меньше цена в украине зараз на данную комплектацию полному приводе посмотрим давайте о оцинковке не видел я роликов оцинковки черный металл капот не оцинкован а крылья оцинкованы крыло оцинковано капот не оцинкован черный металл лакокрасочная кстати нормальная 115 то есть нету этих моментов что там 90 115 черный металл капот не оцинкован крылья оцинкованы стойки оцинкованы крыша не оцинковано и крыша 109 90 пошла часть вот это оцинковка двери оцинковка две странные какое-то решение оцинковка оцинковка крыло оцинковка и хорошая лакокрасочная 114 115 оцинковка ляда оцинковка 94 105 оцинковка 114 оцинковка так это пластик оцинковка то есть крыша и капот не оцинкованы двери оцинкованы как-то вот такое смотрите раз и отодвинулась сиденье приглашает меня еще ехать пороге оцинкованы оцинкованы двери внутри также оцинкованы стойки вот эти вот оцинкованы ну вот такой вот момент по оцинковке поэтому такие моменты есть автомобиль шикарный классный проще